Валерий Николаевич Расходы бюджета в 2019 году составляют 5,2 миллиарда рублей. Расходы 5,3 миллиарда. Дефицит у нас составил 13,7 миллионов рублей. Бюджет также сохранил свою социальную направленность. Объем расходов на социальную сферу на 2019 год составляет 4,6 миллиарда рублей или около 90% от общего объема расходов бюджета. В целом за минувший месяц муниципалитет продемонстрировал отличные показатели во всех отраслях жизнедеятельности. Успешно завершено комплексное благоустройство 15 дворов в Ленинском районе. Такое же количество намечено к реновации и на следующий год. На 100% выполнена программа «Светлый город», благодаря которой установлено 95 опор уличного освещения и более 200 светильников. Постоянно совершенствуется работа и в области предоставления различных услуг жителям. Так, первый заместитель главы Ленинского района Дмитрий Волков отметил высокие показатели эффективности многофункциональных центров. Из 60 МФЦ Московской области, МФЦ Ленинского района вошло в десятку лучших. У нас, несмотря на то, что за ноябрь оказано 55 тысяч услуг, более 55, среднее время ожидания от норматива 12,5 минут составило 6,2 минуты. Кроме того, до 20 декабря будут открыты еще пять дополнительных окон. Но все же основной акцент в этой сфере планируется сделать на региональный портал госуслуг, когда есть возможность получить услугу дистанционно. Знаковым ноябрь стал для области образования, распахнул в свои двери новый детский сад «Мечта», а буквально на днях получено разрешение на ввод в эксплуатацию Лопатинской школы. Она рассчитана на 1100 человек и, в частности, позволит разгрузить Бутовскую школу номер один. Далее с докладом выступил заместитель главы Ленинского района Сергей Гаврилов, который рассказал о подготовке дорог к зимнему периоду. Современно была закуплена ПСС и переоборудована 41 единица техники, что позволило обеспечить нормативное содержание муниципальных автомобильных дорог. Также озабоченность у нас вызывала содержание дороги МКАД «Дрозда-Бюсиад-МКАД», областная региональная дорога. Но, в принципе, после встречи с представителями РУАД 7 ГБУ «Мосс Автодор» в период первых снегопадов были приняты необходимые меры по обработке данной дороги противогололедными реагентами. И хотя в целом дорожные службы муниципалитета готовы к зиме, но для того, чтобы сделать трафик в этот период более комфортным, необходимо выполнить еще ряд поручений главы Ленинского района Валерия Венцеля. Когда техника проходит утром в 6 часов до 7.30 по городу Видно и потом разъезжается по поселению, вот этот график нужно, мне кажется, пересмотреть, потому что за промежуток времени с 7.30 до 12, когда техника возвращается с поселения обратно в город, уже достаточно большое количество снега выпадает на дорожное полотно. В заключении совещания Валерий Николаевич рассказал о подготовке к празднованию в муниципалитете нового 2019 года. Совсем скоро наших жителей ждут увлекательные мероприятия в рамках областной программы «Зима в Подмосковье». Впрочем, уже сейчас новогодние огоньки зажглись на более чем 30 живых и искусственных елках в различных уголках Ленинского района.